Давайте объединим всю оппозицию. Вот проснулись мы утром у Путина, нет, что дальше? На самом деле мы предлагаем поменять просто фамилию. С Путина на какого-нибудь Шмотина. Внятно объясните, представители ФБК приглашали или нет. Готовы ли вы участвовать в дебатах с руководством ФБК? Это нормально. На мой взгляд, это абсолютно нормально. Как будут помогать российские демократические силы в адаптации беженцев из России? Расскажите, пожалуйста, как вы видите будущее национальных республик? Обсуждался ли вам вопрос проведения выборов среди оппозиционных политиков? Это неприемлемо. Это неприемлемо. Приветствую, друзья. У нас сегодня не вполне обычный выпуск. Вопросы по поводу Берлинской декларации продолжают поступать. Очень много людей интересуются, подписывают ее. Тем не менее, некоторый набор вопросов, которые наиболее часто повторяющиеся, я как-то сгруппировал и постараюсь на них сейчас ответить. Ну а дальше, может быть, мы еще к этой теме вернемся. Начнем? Окей. Вот целый блок вопросов задают про план действий. Есть ли какой-то план действий на 2023 год? Какие шаги и этапы? Почему я не слышу от оппозиции конкретный план действий, когда начнется час Х? Декларация, это, конечно, хорошо, но не понимаю, как вы с коллегами планируете действовать. Вот проснулись мы утром у Путина, нет, что дальше? Вопрос не только про декларацию, а в целом про программу действий. Ну и тому подобное. Давайте сначала разберемся, а что такое вообще декларация и зачем мы ее подписывали. Есть две версии. Первая версия – это давайте объединим всю оппозицию, ну имеется в виду, объединим в какую-нибудь единую партию под единым началом и будем все вместе проводить некую общую политику, сформируем некий общий и единый план действий по всем вопросам и так далее, и будем так дальше двигаться. Я категорически противник такого рода идей, потому что я их считаю принципиально ошибочными. Оппозиция, в отличие от тоталитарной власти, не является единой по своему принципу. Мы представляем разные группы людей с разными интересами, с разными взглядами. Иногда эти взгляды между собой по отдельным вопросам конфликтуют. Если мы вдруг сможем создать единую, во всех случаях совместную, с единым лидером-вождем оппозицию, которая будет противостоять такой же единой, единообразной власти, то это будет означать, что на самом деле мы предлагаем поменять просто фамилию. С Путина на какого-нибудь Шмотина, а на самом деле ничего не будет меняться. Принципиальная задача – представить все многообразие тех групп, людей, народов, которые есть на территории России, у которых, еще раз подчеркну, совершенно разные взгляды, совершенно разные интересы, и договариваться между собой. Вот это демократическая модель, вот это то, к чему мы все вместе должны в конечном итоге стремиться. Так вот, то, что мы сейчас попытались сделать, это найти общий язык по отдельным конкретным вопросам. То есть научиться действовать вместе, научиться действовать в коалиции. Вот это наша принципиальная задача. У нас будут разные точки зрения по совершенно огромному, подавляющему большинству вопросов. Но где мы хотим быть вместе? Мы хотим быть вместе в нашей антивоенной позиции, это самое главное. Мы хотим быть вместе по тому вопросу, что этот режим должен быть ликвидирован. И мы хотим быть вместе по тому вопросу, что наши дальнейшие между собой взаимоотношения мы должны решать на честных выборах. То есть на самом деле это должно решать российское общество. Но до этого длинный путь. И начинать надо с наиболее простых, простых с точки зрения того, что понятных вопросов, по которым действительно существует единогласие. Вот сейчас это единогласие существует по антивоенной позиции. Вот мы заявили, что мы те, кто собрались, мы все вместе считаем войну преступной. Развязавшие его, эту войну, режим преступным и нелегитимным. И мы считаем, что Украина должна вернуться, вернуть свой суверенитет в рамках своих международно признанных границ 1991 года. Вот это то, что нас объединило. Дальше у нас есть некий план совместных действий. Этот план совместных действий, он не является всеохватывающим. Каждая группа, каждое антивоенное движение, большое или маленькое, имеет свой план действий. Но есть некий набор задач, которые мы хотим решать вместе. Вот на сегодняшний день мы обсуждаем нашу совместную позицию в отношении санкций и связанных с ними проблем. Мы хотим найти общую позицию, общую точку зрения в отношении того, какие акции должны быть действительно глобальными, которые мы поддерживаем все вместе. И, наконец, мы хотим найти общее понимание, как мы вместе боремся с кремлевской пропагандой, и как мы вместе занимаемся контрпропагандой и совместно ведем нашу медийную активность. Вот те вопросы, по которым мы хотим сейчас договориться, для того, чтобы потом, 5-6 июня, в Брюсселе затвердить это с более широким кругом антивоенных и оппозиционных движений и найти поддержку у тех наших западных контрагентов, чье понимание нам важно, например, в вопросе о санкциях. Потому что здесь нам нужно не только договориться самим, но и убедить те страны, тех людей, тех политических представителей, которые этот вопрос на самом деле решают. Какой будет дальнейший план? Вот тот план, который у нас есть на сегодняшний день, это план до сентября. В сентябре-октябре мы встретимся вместе, я надеюсь, опять, я надеюсь, в несколько более расширенном составе, и обсудим, я надеюсь, обсудим, те вопросы, которые будут решены к этому моменту, и то, что нам предстоит в дальнейшем. В частности, я полагаю, что предстоит обсудить вопрос об отношении к выборам 2024 года, ну или к тому действу, который Путин и Кремль называют выборами. На самом деле понятно, что никаких выборов не будет. Вот тот временной лаг, в котором мы на сегодняшний день работаем. От апрельско-майского совещания в Берлине через мероприятия в Брюсселе, те антивоенные акции, которые пройдут за это время, та помощь Украине, которая будет за это время предоставлена, те возможности по решению проблем, связанных с вопросом о санкциях, который за это время удастся, я надеюсь, стронуть с мертвой точки, и до сентябрьской и октябрьской повторной встречи, где мы сможем подумать о дальнейших совместных шагах. Еще раз хочу сказать, это только те совместные действия, о которых мы говорим. А так, помимо них, у каждой антивоенной группы, у каждой оппозиционной организации есть свой и большой план действий. И я очень надеюсь, что из всего этого многообразия планов сложится та многогранная антивоенная и оппозиционная работа, которая в конечном итоге приведет не просто к тому, что режим падет, он падет вне зависимости, он падет просто под давлением своих собственных проблем. И сегодня мы видим, что это время приближается. Наша главная задача, чтобы после того, как режим пал, не произошло возвращение на новый круг авторитаризма. И вот для этого нам сейчас надо совместно научиться работать. В кооперации, в коалиции находить решение проблем тех групп людей, которых мы представляем. Считаете ли вы, что разделение оппозиции на два движения посредством отказов АБК от участия в координации усилий с российской оппозицией в эмиграции лучший вариант для последней, так как украинский народ в большинстве своем считает Навального не дружественным Украине. Ну, слушайте, украинское общество, украинские элиты, украинский народ в целом, на сегодняшний день по понятным причинам находятся в таком очень жестком отношении, в очень жестком состоянии ума по отношению к всем россиянам. Их можно понять. И, наверное, если бы мой дом находился под таким ударом, то, скорее всего, мое отношение к тем, кто хоть как-нибудь, хоть каким-нибудь боком, хоть гражданством, хоть проживанием на одной территории связан с агрессором и убийцей, было бы тоже, в общем, мое отношение было бы тоже, наверное, очень тяжелым. Давайте говорить о другом. Давайте говорить о том, кто должен быть в рядах оппозиции, в рядах коалиции, в рядах, если хотите, того, что называли в разные времена под общей такой маркой шло Народного фронта, для того, чтобы власть можно было взять демократическим путем, а не путем ее захвата мелкой группой вооруженных людей. Наверное, для того, чтобы найти вот такую поддержку, которая необходима для мирного, более-менее, во всяком случае, мирного решения проблемы перехода власти, так вот, наверное, такая поддержка должна быть как минимум половины населения, а скорее гораздо большего объема, гораздо большей численности населения. То есть, чтобы все прошло плавно и гладко, вот этот вот переход от нынешнего диктаторского режима к нормальной демократической стране, поддержка, ну или во всяком случае, непротивление, готовность людей считать, что новая власть учитывает их точку зрения, должна быть у 90 и более процентов населения страны. Вот видим ли мы среди этих 50 или 90, тем более, процентов населения страны, тех людей, которые поддерживают Навального? Ну, конечно, ведь, ну, конечно, это те люди, с которыми, несомненно, придется не просто жить в одной стране, а вместе вырабатывать план развития этой страны в будущем. И я вас уверяю, что там будут люди, с которыми у многих из нас гораздо большие расхождения, чем с командой Навального, или с командой Максима Каца, или с Гарри Кимичем Каспаровым. Обязательно. Там будут такие люди, о взаимодействии с которыми сегодня даже трудно себе подумать, потому что они, например, поддерживают сегодня эту самую пресловутую военную операцию. Что делать? Их миллионы. И завтра нам жить в одной стране. И, значит, сегодня надо думать о том, как мы с ними будем находить общий язык. А поэтому, конечно, без всяких сомнений, российская оппозиция, даже ее антивоенная часть, то есть меньшая часть на сегодняшний день, была бы намного сильнее, если бы все антивоенные оппозиционные группы договорились, что по отдельным вопросам они действуют вместе. И те, кто поддерживают Алексея Навального, и те, кто поддерживают Максима Каца, и те, кто поддерживают Гарри Каспарова, и многие-многие другие. Стандартный вопрос, на который так и не получили ответ. Внятно объясните, представители ФБК приглашали или нет? Если да, то посредством чего? То есть написали, позвонили или как? Потому что Мария Певчих говорит, что ее не звали. На эту конференцию меня не звали, но тут важно проговорить то, что даже если бы меня на нее позвали, я бы на нее не поехала. Поэтому, по сути, это на самом деле ничего не меняет. Я потом даже где-то видела ремарки, что якобы меня звали второй раз, что вообще уже превращается в какое-то обезумие. Часто встречается этот вопрос. На него был дан четкий и однозначный ответ организаторами. Организаторы сказали, что они направляли письмо Марии Певчиху и не только ей, еще нескольким людям, поддерживающим ФБК, и не получили на это письмо ответа. После того, как было заявлено, что письмо не получено, было направлено повторное письмо. Мы на антивоенном комитете попросили организаторов предоставить документы о том, что эти письма действительно отправлялись. Эти документы были предоставлены. и те люди, которые в антивоенном комитете, в российском комитете действия являются на самом деле людьми, поддерживающими ФБК, Алексея Навального и так далее. Эти люди тоже признали, что это исчерпывающие документы, свидетельствующие о том, что приглашения были направлены. Ну уж, дошли они, не дошли и так далее. Но я не хочу сейчас на этом останавливаться, в конце концов. Я надеюсь, что ссылок на эти технические обстоятельства не будет. И главное, что не будет ссылок на то, что даже если бы мы получили эти письма, мы бы участия не приняли. Я очень надеюсь, что к следующим нашим совместным действиям команда ФБК примет решение, что участие в коалиционной работе это плюс нам всем вместе, всем тем, для кого нынешний путинский режим и ведущаяся им агрессивная война неприемлемы. Как будут помогать российские демократические силы в адаптации беженцев из России? Ну, на самом деле, этим уже сейчас занимается большое количество участников и нашей Берлинской встречи, и другие организации. То есть, кто-то помогает десяткам людей, кто-то сотням, кто-то тысячам. Есть несколько вопросов, абсолютно болезненных. Это вопросы с первым жильем, потому что люди иногда приезжают, им просто некуда деваться. Есть вопросы с заканчивающимися паспортами, которые российская власть вдруг перестала выдавать части из беженцев. Вдруг это я так, с юмором говорю, потому что абсолютно было понятно, что российская власть не считает себя ответственным за тех, кто выступает против войны. Есть проблемы и с открытием банковских счетов, есть и многие другие проблемы. В частности, в свое время в рамках антивоенного комитета был создан проект «Ковчег», который основателем и руководителем является Анастасия Буракова. Она, как говорится, в рамках этого проекта пытается, при поддержке целого ряда общественных групп и отдельных граждан, она пытается помочь людям и этим первым жильем, и советами. И иногда она привлекает консультантов, юристов, которые помогают людям разрешить сложные правовые вопросы, связанные с их адаптацией на Западе. Это работают психологи. В общем, за это время удалось помочь достаточно большому количеству людей, и этим проектом антивоенного комитета я в целом горжусь. Я думаю, что таких проектов действует немало, но я знаю именно об этом. Почему в декларации написано, что границы России должны быть восстановлены? Какая идея была бы положена в эту формулировку? Вы знаете, я присутствовал при заседании редакционной комиссии, которая утверждала эту формулировку, и решение этой комиссии было принято после того, как входящие в нее люди вспомнили о том, что на самом деле говорить надо не только о границе между Россией и Украиной, которая должна быть, несомненно, восстановлена, но и о границах, которые на сегодняшний день, или сегодня в процессе изменяются и в других точках противостояния путинского режима со своими соседями, в том числе то, что происходит с Грузией, то, что происходит с Молдавией и тому подобное. Поэтому было принято решение, что говорить надо о восстановлении границ Российской Федерации, потому что восстановление границ Российской Федерации означает восстановление и всех границ ее соседей. Я имею в виду всех границ, которые являются одновременно границей и Российской Федерации, и соседних стран. Говорить о всех границах стран соседей Российской Федерации с другой стороны было бы неправильно, потому что у этих стран могут быть какие-то собственные вопросы, проблемы, связанные с их границами по отношению к границам других государств, не только России, с которыми они имеют вот такие общие границы. И влазить в эти вопросы российским антивоенным движением было бы, наверное, на сегодняшний день странно и неправильно. Именно поэтому была принята в конечном итоге формулировка «восстановление границ Российской Федерации». Ресторейшн, если говорить на английском языке, где этот термин является общеюридически признанным. Почему в декларации вы поменяли репарации на компенсации? Это тоже вопрос, который долго достаточно обсуждался редакционной комиссией. И здесь было принято во внимание точка зрения юристов, потому что репарации все-таки больше являются проблемой взаимоотношения государства-агрессора и государства, подвергшегося агрессии. И в большей степени слово «репарации» применяется к ситуации, когда имеет место полная или частичная капитуляция. Мы предполагаем, что вопрос о полной или даже частичной капитуляции России является крайне спорным. Это во-первых. Во-вторых, компенсации должны получить не только те люди или не только государства, компенсации должны получить не только, а может быть, даже и не столько государства, сколько те люди, которые потеряли свое имущество, потеряли своих близких в рамках этой агрессивной войны. И именно о компенсациях этим людям, о компенсации в том числе, конечно, и украинскому государству, украинским предприятиям должна будет идти речь. И никуда мы от этого не денемся. Готовы ли вы участвовать в дебатах с руководством ФБК? Например, с Леонидом Волковым, который сделал видео и там негативно отозвался об объединении оппозиции. Мне кажется, что такие дебаты были бы полезными. Ну, очень хороший вопрос, потому что здесь сразу несколько вещей соединены. Во-первых, Леонид Волков, как мы все прекрасно понимаем, по-прежнему осознается как руководитель ФБК, несмотря на то, что он заявил, что он от руководства ФБК отходит. Но, тем не менее, мы понимаем, что это действительно так. И поэтому говорить с Леонидом Волковым для меня, в общем, вполне себе разумный разговор, во всяком случае, пока Алексей Навальный находится в тюрьме. Во-вторых, говорить об объединении оппозиции. Вот здесь, я думаю, существует некоторое недопонимание. Действительно, Леонид в своем пламенном обращении очень хорошо объяснил, почему объединение оппозиции в одну партию или в одно движение с одним руководством, с одним лидером, с одной идеологией – это штука неправильная. Когда есть много разных политиков, много разных оппозиционных политиков, которые в чем-то не соглашаются, и это абсолютно нормально. Мы не единая Россия, чтобы ходить строем. И каждый работает своим языком, своим образом, на свою аудиторию, то, конечно, они таким образом могут достичь больше, чем объединившись в какую-то единую структуру. Ну, она вот действительно неправильная. Я всегда выступал против такого объединения. Сколько раз мне об этом не говорили и сколько раз мне это не навязывали. Ну, из вполне понятных соображений. Оппозиция – это не диктатура. Мы представляем разные группы людей с разными интересами, с разными взглядами. И наша задача, в отличие от диктатуры, договориться, как политическим представителям этих групп людей, о приемлемом для всех них одновременно решении. Вот когда такая договоренность возможна, тогда возникает коалиция по конкретному вопросу или по другому вопросу. И это очень важно на самом деле внутри государства, когда эти вопросы придется решать уже в качестве парламента. Потому что в этой ситуации, опять же, люди могут иметь разные точки зрения, разные взгляды, но им жить в одной стране. Они никуда не уедут, они никуда не уйдут, они никуда не разбегутся. Решение, которое принимает государственная власть, должно быть, конечно, в интересах большинства, в интересах тех людей, которые на этом парламентском цикле получили большинство в парламенте, но оно должно быть приемлемо для всех. Если решение радикально неприемлемо даже для 10% общества, на мой взгляд, такое решение принимать нельзя. Иначе просто в стране будет очередная гражданская война, кому это нужно. Возвращаясь к дебатам. Понимаете, дебаты это такая история, которая хороша для электоральных политиков. Когда вот люди конкурируют за голоса избирателей, и при этом они хотят сказать, что они лучше отражают точку зрения вот этих конкретных избирателей, вот этой конкретной группы, а другой человек отражает эти взгляды хуже или совсем плохо. И вот такая вот конкуренция, она находит свое отражение и выявляет наилучшие позиции в рамках дебатов предвыборных. Сейчас мы ищем те задачи, которые мы можем решать вместе. То есть мы ищем точки для объединения. Мы ищем точки, где те группы людей, которых мы представляем или которых мы считаем, во всяком случае, что мы представляем, могли бы сойтись. Мы ищем компромисс, мы ищем коалицию. И в этой ситуации это не может быть дебаты, это может быть брейнсторминг, это может быть совместный поиск решений, это то, что происходит на конференциях, на семинарах, то, что происходит в рамках доброжелательных обсуждений, пускай и жестких, но доброжелательных обсуждений с поиском общего решения, а не с попыткой, как в дебатах, показать, что я лучше, а в этом конкретном вопросе мой контрагент хуже. Добрый день. Будете ли вы готовы консолидироваться с так называемой системной оппозицией? КПРФ, ЛДПР, Новые люди или, например, Яблоко. В случае сменной их риторики, осуждения войны или ведения каких-либо действий, полезных для реальной оппозиции. Я уже говорил о том, что для того, чтобы в стране установился гражданский мир, чтобы страна нормально развивалась, необходимо, чтобы все решения, принимаемые государственной властью, они были приемлемы для абсолютного большинства россиян. Они могут быть более в интересах одной группы, менее интересах в другой группе, но все группы населения должны в целом считать, что с этим можно жить. Именно поэтому диалог необходимо вести со всеми, кроме военных преступников. Но даже с военными преступниками нужен диалог о сдаче. Потому что любая договоренность, она лучше, чем проливаемая кровь на улицах. И с этой точки зрения, несомненно, представители, нынешние представители КПРФ, людей со взглядами коммунистическими, нынешние политические представители людей со взглядами националистическими, типа ЛДПР и другие такие замечательные ребята, в тот момент, когда они пересмотрят вопрос своего отношения к войне, а это вопрос принципиальный, потому что вопрос о войне и мире, это вопрос о том, будем мы воевать, будем ли мы драться, или мы можем решать свои вопросы мирно. Вот в тот момент, когда люди говорят, что давайте решать вопросы мирно, вот в этот момент с ними необходимо вести диалог. Вероятно, это будут другие люди, я имею в виду представлять ту часть общества, которая имеет те или иные взгляды. Вероятно, это будут совсем другие люди, потому что нынешние себя опорочили. Но без всякого сомнения, людей с коммунистическими взглядами в России будет немало, людей с достаточно националистическими взглядами в России будет немало, и с этими людьми надо будет находить ту или иную форму консенсуса, иначе страна развиваться не может, страна не может жить тогда, когда одна часть населения готова с вилами пойти на другую часть населения. Это неправильно, это не годится, это означает, что государственная власть устроена неправильно. Расскажите, пожалуйста, как вы видите будущее национальных республик? Что об этом говорится в декларации? Как теоретически можно будет решить вопрос неминуемой эскалации отношений и территориальных споров? В декларации на эту тему сказана одна фраза, до которой мы договорились, которая, на мой взгляд, является определяющей. Империалистическая политика. Неприемлема ни вовне, ни внутри Российской Федерации. Что это означает? Что подавление любой группы людей, компактно проживающей на определенной территории, непредоставлением равных прав, попытка заставить их находиться в составе общего государства силовыми методами, она неприемлема. Другое дело, каким образом люди могут и должны определять свою будущую судьбу? Вот люди проживают на определенной территории. Часть из них хочет остаться в составе России, другая часть не хочет остаться в составе России. Как это решать? Нормальная ситуация отработана целым рядом давно существующих демократий. Люди должны быть, во-первых, хорошо информированы о происходящем, о тех преимуществах и тех недостатках, которые в их судьбе возникнут в связи с принятием или непринятием решения о выходе или о невхождении в состав общего государства. Во-вторых, решение должно проводиться демократическим путем, то есть референдум должен идти без силового внешнего давления, без подкупа, в общем, в рамках нормальной честной процедуры. И, наконец, те люди, которые будут не согласны с изменением статуса территории, на которой они проживали и проживают, должны получить все возможности для того, чтобы их человеческие права были соблюдены. То есть, если они захотят в случае принятия неприемлемого для них решения уехать, то им должна быть предоставлена недискриминационная возможность уехать, то есть честно продать свое имущество и спокойно уехать туда, куда они хотят. Или, наоборот, остаться, опять же, на недискриминационных условиях, то есть соблюдением всех их нормальных человеческих прав. Вот при выполнении этих трех условий процесс выделения или выхода, или, наоборот, того, что республики или какие-то территории будут оставаться в составе России, может быть произведен нормально. Что будет в той ситуации, когда меньшинство хочет выхода и силой хочет заставить большинство с этим смириться? Вот здесь вступает в действие абсолютно однозначно существующие правила, которые существуют и в таких странах, как Испания, например, на сегодняшний день, или Великобритания. Если какая-то группа населения хочет силой добиться выделения территории, то есть, по сути дела, так сказать, занимается сепаратизмом, но при этом не базируясь на демократии, не базируясь на демократических решениях, не базируясь на соблюдении прав человека, а вот просто силовым способом. То есть, ну вот, условно, человек, там, банда есть, какая-то в Кущевке, если помните такую, да, и банда говорит, а я теперь хочу, чтобы вот у нас над Кущевкой был суверенитет, и никто не лезть, а как мы будем здесь над людьми издеваться, и как мы с ними разбираться хотим. А если вы хотите, чтобы они проголосовали, ну, так сами понимаете, под дулами пистолетов они как хошь проголосуют. Это неприемлемо, это неприемлемо, и ответом на такого рода силовые действия будет сила. И это, это нормально. На мой взгляд, это абсолютно нормально. Если же мы хотим демократической, нормальной демократической процедуры, то в этом случае все возможности должны быть предоставлены, люди должны быть проинформированы как сторонниками, так и противниками выделения, и люди должны принять свое решение, а после этого соблюдать права тех, кто с этим решением не согласился, с тем, чтобы уменьшить, свести на нет проблемы с их правами, с их жизненной ситуацией. Вот к этому мы призываем. Хотя лично я буду, естественно, настаивать, я буду убеждать в том, что людям в составе демократической России, в составе глубоко федерализованной России, в составе России, которая перестала быть вот этим вот сверхцентрализованным государством с диктатором во главе, жить намного лучше. И в их интересах оставаться частью этой большой, и, я надеюсь, богатой страны. Скажите, пожалуйста, обсуждался ли вам вопрос проведения выборов среди оппозиционных политиков, чтобы пытаться решить проблему отсутствия легитимности оппозиционного блока, ну или, возможно, выбора председателя, сменяемого в течение времени в объединенной оппозиции. Давайте еще раз разберемся. Мы не говорим про объединенную оппозицию. Мы говорим про создание коалиции, когда оппозиционные группы и движения совместно действуют при решении отдельных вопросов. На сегодняшний день ключевым вопросом является вопрос скорейшего завершения войны. Вот это то, о чем мы говорили. Объединение оппозиции, слияние всех в единую партию, под единым вождем, с единой азиологией — это то, против чего я всегда категорически выступаю. Так вот, если говорить о выборах, давайте подумаем, а кого должна представлять, чьи интересы должна защищать нормальная оппозиция? Ну, конечно, всех граждан России. И понятно, что абсолютно подавляющее большинство этих граждан на сегодняшний день живет в условиях, когда их участие в подобного рода полуэлекторальных процессах грозит им крайне большими неприятностями. И при этом все равно провести эти процессы достаточно убедительно, чтобы их результаты не вызывали сомнений, невозможно. Но даже если мы говорим только про тех людей, которые находятся за пределами Российских Федераций, и для которых такой угрозы нет, то здесь аналогичная ситуация. Они находятся в разных странах, в разных юрисдикциях, с разным законодательством. И организовать здесь абсолютно четкий, прозрачный, ответственный избирательный процесс было бы крайне непростым упражнением, и результаты этого упражнения все равно вызвали бы существенные сомнения, во всяком случае, проигравших. Поэтому после здравых размышлений мы пришли к выводу, что такая легитимность будет недорогого стоить. А что же является тем, что позволяет людям представлять чьи-то интересы? На сегодняшний день в условиях тоталитарного режима, в условиях вот такого активного противостояния речь идет, естественно, о медийной активности, о людях, которые доводят свою точку зрения до своих соотечественников. Те люди, кого эти соотечественники слушают, не вообще по цвету или виду одежды, которую надо носить, или про автомобиль какой-нибудь, или про отдых, а те люди, которых соотечественники слушают по вопросам развития страны, по вопросам политической жизни. Вот эти люди, если они хотят, некоторые из них не хотят, некоторые из них являются очень популярными, но не хотят заниматься непосредственно политической деятельностью. Но те из них, которые хотят, рассматриваются как действительно вот эти вот коммуникаторы, эти представители той части аудитории, которая их слушает и, по всей видимости, им доверяет. Дальше возникает вопрос, ну а насколько это можно количественно определить? Мы же понимаем, что те, кто слушают, даже интересуются, они на самом деле совершенно не обязательно будут выполнять то, что им рассказывают. Им может просто интересно. Может быть, значительная часть из них в случае электорального выбора не пойдет голосовать за этих людей, пойдет голосовать за кого-то другого, третьего или четвертого. Это действительно так. Но в условиях вот тех, которые мы находимся, это лучший из вариантов такой качественной оценки, влиятельности людей. Вот эти люди в целом влиятельны. Эти люди в целом хотят принимать участие в общественной жизни. Количество нам сложно посчитать или даже невозможно. И именно поэтому я считаю настолько важным именно коалиционное, консенсусное принятие решений по различным вопросам. Потому что, если человек представляет миллион человек, или он представляет два миллиона человек, мы этого не можем посчитать сегодня. Но если он представляет какое-то значительное количество людей, и он согласен, и все остальные согласны, то с высокой степенью вероятности вот такое вот консенсусно принятое решение будет приемлемо для всех людей. И это важно, потому что наши решения, мы должны находить такие решения, которые приемлемы. Не обязательно люди от этого будут счастливы, но эти решения приемлемы для абсолютно подавляющего большинства. Скажите, есть ли у оппозиции какой-то план действий на президентские выборы 2024 года? Будет ли поддерживать какого-то кандидата, либо призовете к бойкоту? Ну, во-первых, я постерегся называть политическое действие, которое, вероятно, будет происходить в 2024 году, выборами. Потому что выборы — это тогда, когда, во-первых, есть выбор, вы можете выбрать этого человека, а реально можете выбрать другого. И тогда этот другой придет к власти. Во-вторых, выборы — это тогда, когда голоса считаются честными. Если голоса заведомо не считаются честными, ну, какие-то выборы — это какое-то политическое действие. Ну, вот линия поведения в рамках этого политического действия, она, естественно, должна быть выработана за некоторое время, до его начала, но тогда, когда будет более-менее понятно, а что же, собственно говоря, происходит. Вы прекрасно понимаете, что до 2024 года случиться может очень разное. Тем не менее, каждая оппозиционная политическая группа будет вырабатывать свое поведение в преддверии выборов 2024 года. И я очень надеюсь, что если мы еще раз встретимся в таком вот широком составе позиционных антивоенных движений где-то в сентябре-октябре этого года, вот на этой встрече, я думаю, уже будет время предварительно обсудить планы на 2024 год. Какие действия мы можем совершить вместе в отношении происходящего в России. Еще раз хочу подчеркнуть, никто не мешает кому угодно заниматься тем, чем он считает нужным. Кто-то может захочет объявить бойкот, кто-то может захочет очередной раз организовать умное голосование, кто-то, может быть, захочет еще чего-то. Возможно, какие-то действия мы сможем организовать вместе, исходя из того, что мы вместе считаем, что война должна быть прекращена, режим нелегитимный и преступный должен быть сменен, и выборы должны быть честными. Вот основываясь на этой нашей совместной позиции, я надеюсь, что в сентябре-октябре мы сумеем принять какое-то решение по каким-то совместным действиям. Дорогие друзья, большое вам спасибо за интерес к декларации, за интерес в целом к берлинской встрече, встрече оппозиционных, антивоенных, демократических сил, которая будет продолжена 5-6 числа в Брюсселе. В рамках нее мы будем решать уже практически поставленные на первой встрече вопросы, связанные и с санкциями, и побочным действием этих санкций на тех людей, которые выразили свою антивоенную позицию, которые не поддерживают этот режим. Мы будем обсуждаться и решать проблемы, связанные с визовыми, банковскими и прочими, я даже не скажу санкционными, но вот такими вот полудискриминационными проблемами. Конечно, будет обсуждаться вопрос с помощью Украине, который продолжается все это время, который продолжается все это время, и каждое антивоенное, демократическое движение пытается сделать то, что оно может сделать для того, чтобы скорее эта война завершилась и завершилась справедливой победой Украины. Я желаю вам всего доброго, пишите мне вопросы, если они будут, я постараюсь на них еще раз ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok